Июль 2018 представители городской администрации рассказывают депутату Госдумы Денису Москвину о планах благоустройства парка Зернова. В рамках программы формирования комфортной городской среды здесь запланировано строительство современной детской площадки стоимостью почти 20 миллионов рублей. На цветных эскизах три игровых зоны для детей разного возраста, а также зоны отдыха для родителей. Тогда же был обозначен срок завершения работ – конец сентября. «Совершенно справедливо сказали, что в марте месяце у вас, по-моему, порядка 15 тысяч жителей Сарова проголосовали за этот объект. И мы их подвезти не имеем права. Да, это факт. Да, поэтому вы исходите из того, что кровь из носа, но к концу сентября вот все то, что у вас эскизно здесь нарисовано, должно в реальности находиться здесь в парке». Но ни к концу сентября, ни уже к концу октября площадка в парке не появилась. Строительная работа здесь еще даже не на финальном этапе. И, как заявил заместитель председателю городдома Сергей Жижин, Саров – единственный в регионе город, который не отсчитался о результатах реализации программы формирования комфортной среды по линии общественных пространств. «Вы своими письмами говорили, что мы до 9-го все успеем. Потом говорили, мы с 16-го все откроем. Если на камеру снимали, когда приезжал Денис Павлович в Москву, то сказали, что к 30 сентября Денис Павлович приезжайте, все будет открыто. Давайте мы его сейчас пригласим на открытие, что сегодня у нас 30-го. Вот-вот октября. Я отвечу перед ним. Я отвечу перед ним. Вы-то ответите за город стыдно». Одной из сложностей при реализации проекта детской площадки, по словам заместителя главы администрации Владимира Еминцева, стал поиск подрядчика. Контракт подразумевал работу без аванса. А это значит, что у предприятия на счету должно было быть порядка 10 миллионов рублей для закупки архитектурных форм. В результате подрядчиком стала фирма «Магистраль», а фактическим исполнителем – одна из городских организаций. «Да, сроки просрочены. Контракт, в принципе, будем уже говорить, истечение его произошло. Но основная задача и то, что радует, что подрядчик не бросает этот объект. Он по-прежнему на объекте, по-прежнему занимается этими работами, независимо от того, что на него будут, конечно, наложены финансовые и административные претензии». «В чём была нужда объявлять конкурс без аванса? В чём была конкретная нужда арестовать такую конкурсную депутацию?» Вопрос остался без ответа, как и вопрос о сроках завершения строительства детской площадки. Депутатов заверили, что все мафы уже закуплены. Дело осталось за установкой. Так что есть надежда, что работы закончат в этом году. А уже в следующем году должны начаться работы по реализации другого проекта в парке. Саров выиграл федеральный грант в размере 100 миллионов на благоустройство. Чтобы получить эти деньги, город должен в начале 2019-го представить проект на сметную документацию. На её выполнение администрация уже разместила закупку. «Все проектные организации сказали, что закупка сделана под конкретную компанию. Как мне пояснить эту ситуацию?» «Если они так считают, пожалуйста, их мнение. У нас объявлен комплекс. Любая компания заходит и участвует». Что касается реализации программы формирования комфортной городской среды во дворах города, то в этом направлении все работы завершены в срок. До конца августа был сделан ремонт во дворах на Курчатова 22 и 25, Московской 38, Дробь 2, Ленина 25 и 27 и Силкина 46. Лидия Шилаева, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24.